Сегодня представители МВД заявили, что начали разрабатывать правила эксплуатации аттракционов. Контролем займутся местные исполнительные органы. Мои коллеги, в свою очередь, провели опрос в регионах, чтобы выяснить, насколько безопасен детский отдых. Зэра Джакупова с подробностями. Детские аттракционы в Кокшетауском парке установили в 70-х годах. Их должны были отремонтировать еще 10 лет назад и тоже после ЧП. Здесь погиб 7-летний мальчик. Но деньги так и не появились. Несколько лет аттракционы простаивали. Чуть позже на них вновь стали катать детей, видимо, понадеявшись, что годы простоя на состоянии карусели скажутся благотворно. Но чудо не случилось. Пенсионерка Валентина Абрамкина в чудеса тоже не верит, а потом к опасным конструкциям внуков и близко не подпускает. Не нужно оно. Зачем оно, это колесо? Лучше бы что-нибудь такое придумали, по земле что-нибудь это. А это колесо на кому надо? Еще деньги большие будут тратить на его. Зачем оно нужно? Не надо оно. Главное, опасно же. Да. Это опасно. Прокатиться на одном аттракционе обходится в 400 тенге. Желающих хоть отбавляй, но никто из посетителей не задумывается об их надежности. Арендаторы заверяют, что карусели все-таки ремонтируют. Ремонт мы проводим каждый год. Перед началом сезона у нас полностью проходит техническое обслуживание. Колеса, резина меняется у нас. В планах покрасить полностью, обновить, освежить. В дальнейшем на будущее вообще планируем поставить, заменить на закрытые кабинки. Но пока что это в планах только. Стационарные карусели в Карагандинском парке отдых относительно новые. Кататься на них вроде бы можно без опасений за свою жизнь. Того же не скажешь о батутах. Последние месяцы эти аттракционы радость приносить перестали. После трагедии надувных монстров из Карагандинского парка их убрали. Но надолго ли? Нормативно-правовых актов, регулирующих их работу, нет. Есть лишь общие требования к техническому состоянию и технике безопасности. Уже завтра собственник батута, арендовав кусочек земли где-нибудь в людном месте, может вновь развернуть аттракцион. Вот только спросом надувные аттракционы в стране пользоваться перестают. Нет, ребятня, конечно, все так же не прочь попрыгать в свое удовольствие. Но родители против. От похода на батут отказываются и жители Костаная. В городе всего за один день перевернулись два аттракциона. Это капец, дома! К счастью, никого на них не было. Но махина длиной 8, высотой и шириной в 3 метра накрыла стоящих рядом детей. ЧП случилось в момент, когда эксплуатанты начали собирать аттракцион. Вот это происшествие, связанное с батутом, уже наравне с происшествием в купальном сезоне. Это все связано с безопасностью людей. То, что связано с безопасностью людей, там должен быть жесткий контроль и жесткий надзор. Поэтому я считаю, что в обязательном порядке должен определиться компетентный орган, который отвечает за такие происшествия. Устаревшие и довольно уставшие качели и карусели, ненадежно закрепленные батуты и, как апофеоз, контроль спустя рукава. Все это и несет риски и угрозу для жизни маленьких посетителей парков. Теперь следить за эксплуатацией аттракционов будут акиматы. До конца этой недели Министерство индустрии инфраструктурного развития разработает новые правила и требования. И, как пообещали ведомстве, очень строгие. Мы подготовили свои туда предложения, вошли в состав рабочей группы. Значит, дано поручение Национальной палате предпринимателей, чтобы они со своими территориальными подразделениями провели эту работу, довели эти правила. Летние каникулы в стране только стартовали. Впереди еще три месяца. И не будут ли они омрачены трагедиями, в первую очередь, зависит от того, какой урок извлекли из гибели детей взрослые. Зайра Джакупова, Бекбулат Базаров, Асем Утешева, Артем Грапов. Итоги дня.